Что происходит? А без материи что? А, погоди, ты верующий, да? А, это церковь? Это, я рядом с храмом нахожусь, да. Понимаю, понимаю. Ты пропагандист, да? Еще и людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы есть? Ты пропагандист? Я проповедник. А, а в чем разница? А в том, что мы проповедуем живого и воскресшего Христа, Евангелия. А пропагандиста-то что угодно можно поговорить. А благовестие только касается Христа. Понимаю. Хорошо, тогда вопрос такой. Как ты думаешь, почему 90% современной молодежи не верят в Бога? Очень-очень просто все. В Библии так написано. Сказал безумец сердца своим, нет Бога. Почему? Там дальше идет ответ. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего Дова, нет ни одного. Никто не ищет Бога. Вот я отлично в 26 лет обратился. Мне сейчас 41 год. Я Бога искал, искал смысл человеческой жизни. И нашел только вот в этой книге, в Святой Библии. Вот она. На ней все есть ответы на все наши вопросы жизненные именно. Что касается спасения души нашей. А кто ты по образованию, если не секрет? По образованию я всего лишь закончил 8 классов. А в дальнейшем я самостоятельно все изучаю. Понимаю. Сколько языков знаешь? Русский. Русский. Мне достаточно. Потому что я среди русских живу, пока достаточно этого. Я все понял. А вы сами-то Библию-то не читали? Нет. Я атеист. Ну и что это вам это даст атеизм? Даже скорее, я агностик, не атеист. Впереди-то вечность. Где мы будем? Все мы когда-нибудь закончим свою жизнь. Да, но дальше идет вечность. Что будет? Продолжение идет жизни. Только где мы будем? В одну лиграве-то от нас зависит. Здорово, Дед. Мир вам. Как дела? Во славу Божию. Что? Идут, как Господь заповедал. Исполнять его святые заповеди. И каждого он сказал, он не дал никому позволения грешить, а для того, чтобы человек исполнял его заповеди. То есть надо вот эту книгу изучать, вникать и исполнять ее. И тогда ты наследуешь вечную жизнь, а не вечное мучение. И не будешь скрываться под маской. Потому что человек верующий, он живет открыто. Но я почитаю как-нибудь Библию, почитаю. Я давно хочу. У меня где-то книга была. Так она сейчас распространена, свободно. Пожалуйста, в любой момент можно у протестантов взять бесплатно. В православных храмах она продается. Подошел, купил. Если у вас желание будет, заходите на наши ресурсы. Там много еще полезного для себя узнаете. У нас православный сайт, форум и канал на ютубе. Во свете Библии называется. Хорошо. Я обязательно к этому не гляну. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Много полезного для себя найдете. Ну все тогда. Бог помощи вам. Мир вам. Здорово, Библии. Ты что, вручную кандича, что ли? Мир вам. Тебе тоже. Православный христиан, еще людей, с кем бы говорить о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы есть? Здорово. Есть. Конец света, когда. Ну, как умрете, так и узнаете. А пораньше, мне кажется, нет? Пораньше нет. Потому что мы еще не дошли до того времени, когда второй раз Господь придет судить землю. А частично для каждого человека наступает суд, когда он уже умирает. Ты откуда будешь-то? Алтайский край, город Барнаул. Понятно. А ты кто там? Крутые идеи или кто? Нет, простой мирянин, прихожане церкви православной. Ты один живешь, тебе скучно, да? Мне не скучно, потому что с Богом всегда радостно, во-первых, в душе. А во-вторых, всегда дел переполняет, потому что надо доброе дело успевать делать. Вот через эту книгу Господь мне открылся, я другим проповедую Евангелие. Потому что через Евангелие открывается путь спасения человеческой души. Вот вас посадил Господь, чтобы вы немножко задумались. Перед Богом-то отвечать будем за каждое слово. Я же тебе говорю, я грешен. Мы разные люди. Я в тюрьме. Ну и что? Со Христом и на свободе тюрьма. Вернее, на свободе тюрьма, а со Христом и в тюрьме свобода. Есть такие слова. Ну а то вы так рассуждаете. Если вы будете... Короче, ладно, давай, нам юг. Здравствуйте. Миро. Вы батюшка? Нет, не батюшка, но я православный христианин. Ищу людей с кем. А почему? Так вы кричите здесь не в ту сторону. Как не в ту сторону? На лоб, на чрево, на правое и на левое. А вера какая? Православная. Понятно. А что хотите рассказать? Ищу людей с кем поговорить о Боге, о спасении душе, о вечности. Может какие вопросы? Давайте сейчас выпечем уже. Да, поговорим. Давайте, может какие у вас вопросы есть? Или размышления? Нет, может какой-нибудь. Нет. Сейчас мы потешим, делаем. Мы объясним, как пить, как пить. Ну, и начнем. Путин у нас хороший. А? Путин хороший. У нас в Евангелии так написано, молиться за царей начальствующих. Путин он президент, как начальник, я должен за него молиться. Хороший или плохой. Молитесь за него, да? Конечно. Чтобы Господь вразумил его, дал ему мудрости, какие законы издавать. А если что-то не так он делает, он будет перед Богом, сам отвечает, сам за себя. Понятно. А сколько он возит больше? Мне 40 лет сейчас. 41. Борогат, смотри, пуха мне бросла еще. Вы всякую хрень сейчас говорите, да? Я могу тебе за Путина рассказать там? Я вас не... Меня Господь не для этого послал, чтобы говорить о ком-то. Мне Господь послал говорить о нем, чтобы людей призвать к покаянию. Господь говорит, придите ко мне... Господь Иисус Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся, обременные, я успокою вас. Господь и Иисус Христос говорит, придите ко мне все тяну. Мир вам. Мир вам. Чем вы занимаетесь? Православные христиане. Ищу людей, с кем поговорить о Боге, спасении, вешении, вечности. А вот поговорить о Боге, я согласен, хорошо. Давай поговорим, если ты хочешь. Вот смотри, как ты считаешь, некоторые люди говорят, что они атеисты. Они придерживаются такого мнения, что если Бога нет, ну как бы, если я его не видел, значит его не... Как ты думаешь, это правильно? Но вообще в Библии так написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. А почему? А там дальше идет ответ. Они развратились в совершении гнусных преступлений. Потому что люди не стремятся идти к свету, потому что если он признает владычество Бога Создателя, ему придется осознать, что надо исполнять его святые заповеди, а за это потом придется еще и отвечать, если что-то где-то грешил, не так делал. И человек вот так вот себя ставит. Вообще вот я больше всего пример людям привожу, например, я говорю, вот вы говорите, Бога не видел никто никогда. Да, так оно и есть. Только написано, чтобы Христос, когда пришел на землю, в нем явился именно Господь Бог. А в наш разум человеческий тоже его не видно. Что его сейчас отрицать? Во-первых, это глупость. Мы не видим Wi-Fi, Bluetooth. Мы не видим эмоций, чувств, любви, страха. Мы их не видим, но они есть, понимаешь? Аминь. А ты из какого города? Барнаул, Алтайский край. Ну а ты как вообще, при церкви или так чисто от себя? Я православный христианин, простой мирянин. То есть в храм хожу, субботу, воскресенье. То есть я не священник. Я не священник. Обычный мирянин, который живет в миру, работает своими руками. А ты всегда этим занимался? Нет, я 26 лет осознанно пришел к Богу имена. Осознанно встал на колени, покалывался в своих грехах. Мне сейчас 41 год. 15 лет тому назад я пришел. А что тебя постигло? Какое событие в твоей жизни случилось, что у тебя вот так произошло? Ну вообще это все было подготовительно, потому что о поиске смысла человеческой жизни я начал задумываться с 17 лет. То есть вообще для чего я живу здесь на Земле. Потому что вроде бы казалось, что все есть, здоровье все есть, а в душе нет вот этого, какая-то пустота. Вот это особенно блуд, вот это пьянство, там другие какие-то грехи. Они всегда у меня внутри как бы угнетали. Я хоть их совершал, потому что избавиться от них я не мог без Бога. А потом уже меня побудило в том, что 26 лет я встречался с одними православными братьями. Они мне дали в руку вот Святую Библию. В руки. Вот она у меня сейчас. Настольная книга моя. И через неделю как раз я все узнал на все свои вопросы, ответы. И вот эта книга меня изменила. То есть я вот осознанно встал 26 лет перед Богом по красоте и грехах. Все, что у меня было в прошлой жизни. И Господь меня избавил в раз. То есть я перестал пить, перестал блудить и другие какие-либо грехи делать. Пить, например, курить я не курил, материть я не матерился. Меня Господь спас от этого. Хотя друзья сплошь и рядом это все сделали. Почему я спрашиваю? Потому что у некоторых людей, ну вот у некоторых людей случаются события, некоторые в жизни, вот они тоже приходят к тому, к чему и пришел, и ты, вот, к примеру, мой знакомый, он попал в аварию, да? Их было четверо в прошении, вот, а выжил только он, получается, один из четверых, да? И вот после этого он, будучи в реанимации, там, да, в больнице еще, сейчас он, наверное, уровни постижения, как ты, но во всем у него есть слово Божье, скажем так. Изменило для него это событие жизни. Да, чаще всего так человек приходит, через скорби. Так что вот так вот. Ну, а согласен ли ты с тем, что при рождении человеку веру навязывают? Ну, если имеется в виду, если ты родился среди верующих, это имеете в виду? Это имеете в виду. Нет, я имею в виду то, что вот родился ребенок, да, к примеру, сейчас в России, его идут крестить. То есть он сам этого не понимает, что с ним делают. Вот как ты считаешь, человек бы в возрасте 20 лет, к примеру, уже осознанно, ну, будут такие люди, которые не захотели бы там пройти обряд крещения. То есть это получается с одной стороны, что это навязывают. То есть там в младенецком возрасте тебя уже крестят. А ты этого не понимаешь еще. Вот в чем суть. Как ты считаешь это вообще правильно? Ну, я вам отвечу по слову Божьему. Например, в Ветхом Завете еврейский народ, это первый, который Господь открыл истину, истину поклонения Отцу Небесному. У них было, что младенцев обрезали на восьмой день. Он тогда тоже это не понимал. И ничего его воли никто не спрашивал. Просто Господь сказал, если кто будет не обрезан, тот не войдет в общество Господне. То есть это грозило смертью по тем законам, по Ветхе. В Новом Завете это прообраз крещения. Это Колоссяна 2 глава говорит, что обрезание было прообразом крещения. Почему сейчас младенцы крестят? Именно по вере родителей. Ну, опять же, смотри, какая вера. На это должен священник смотреть. А может, человек просто забежал к храм покрестить, а в следующий раз появится только когда там у него свадьба будет. Это, понятное дело, что это все обман. То есть родители его не научили, в вере не наставили. Но это будет спрос именно уже с паспи, который крестил этого ребенка. И вот этих родителей допустил, что они вот так вот. Лица не научал их, не наставлял. У нас вот и лично, вот я сам город Барново, в Алтайский край, у нас две православные общины здесь. У нас здесь, согласно канону в православной цепке, от трех до пяти лет оглашения. То есть человек должен подготовиться к крещению осознанно. Я пришел 26 лет, два года я готовился к крещению осознанно. И после этого только принял крещение в воде. Трое-кратное погружение во имя Отца и Сына и Святого Духа. У меня, конечно, познание маленькое, там, в Библии еще где-то, да? Но смотрел, доводилось смотреть фильм, называется «Страсти Божьей». Ну, в Иисуса, да. И там все-таки Иисус до определенного возраста не верил, как сказать, не то что не верил, ну, скорее всего, да, не верил в то, что он послание Божий. И просто в определенном возрасте, когда он встретил Луана, то есть ему, он был не младенцем, понимаешь, он был обычным плотником. А там, не помню в каком возрасте, там, честно сказать, но он, как бы, я к чему это говорю? Потому что он, ну, изначально сам не понимал этого и не верил в это. А потом вот как-то уже вот начал верить. Это у вас ошибочное мнение, потому что в Христосе есть Бога-человек. Написанного апостола Павла, 1 Тимофея 3,16, Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. То есть, будучи уже, там, когда ему было 12 лет, есть такое в Библии, в Ново-Завете описывается случай, он был в храме, и ему задавали там, которые находились внутри храма священнослужители, там другие, кто находились, люди, он отвечал, написано, мудро и разумно. То есть, они удивлялись о мудрости, с какой он отвечал им. То есть, о этом он все знал, потому что он был, во-первых, еврейский ребенок, а евреев, если вы, насколько знаете, они с самого детства самые образованные люди в мире. То есть, их наставляют родители. Потому что им Господь дал такую мудрость. То есть, у нас вот, если в России меня не наставили, я такой, говорится, глупый, вырос, например, там, а если родители образованы, они меня будут наставлять. Ну, не в этом смысл. Господь для того явился в крещение, именно вышел в 30 лет, потому что по еврейским законам муж становился совершенно, именно в 30 лет. Вот в 30 лет он вышел на проповедь, то есть, принял крещение, а крещение он принял написано для того, чтобы людям Иоанн Креститель мог сказать о Христе. То есть, когда Иоанн Креститель крестил за полгода до явления Христа, народ начал собираться, и вот после этого Господь явился и принял крещение. Ему крещение не надо было принимать, потому что крещение происходит в прощении грехов. А он безгрешный. Он не сотворил ни одного греха. Потому что он Бога-человек. И почему он принял крестную смерть? Именно потому что он безгрешен. За человека должен умирить только тот, который безгрешен. А это только Господь может сделать. Все люди грешные. Все, начиная с Адама, который согрешил в раю, и начинает, закончивая последним человеком, который будет жить на земле. Все согрешили и решены славу Божьей, как же именно написано. Согласен. Вообще, если это опыт от того, что я общаюсь с православным, сам как пришел к Богу, лучше, конечно, осознанно прийти, и принять крещение. Это я с вами согласен. Но практика церковная, вот именно согласно Слову Божию, она применена опять, как пастыри, то есть возрожденного человека, невозрожденного. То есть знает ли он родители. У нас же, например, в общину, я в православную нашу хожу, крестово-зиженское она называется, город Барнаула. У нас все до единого люди зашли осознанно в эту общину. Осознанно уверовали в Бога, то есть через Слово Божие, через Библию Святую. То есть вникали, изучали, ходили на занятия, и все, и вера к ним пришла, именно через Святую Библию. А детей уже крещенят, конечно, по их вере. Как положено. Хотя первого века, вернее, не первого века, а четвертом веке, святые, как очень известные в православной церкви, это Ян Златоуст, Василий Велик и другие, они крестились уже в 20 с чем-то лет. То есть не в момент, когда они родились, а именно осознанно, когда пришли сами к вере. И тогда приняли крещение. И тогда приняли крещение. Как сказать-то? Сейчас, по большей части, вот я лично уже разочаровываюсь в служителях церкви, потому что они совершают такие действия, которые как бы при их положении в обществе, не только в обществе, да, при вере, они не должны этого делать. То есть, понимаешь, как бы для истинно верующего, я считаю, неважно, какой марки у тебя машина, там, какой у тебя дом, там, да, вот этого все. Для него достаточно это просто, скажем так, халупы там, хибари какой-то, да, там, где-то в лесу, там, что-то, да, вот. А сейчас вот большинство там служителей церкви, короче, наживают все тупо на этом, тупо делают деньги. Ну, вот смотрите, это потому что сплошь и рядом нарушение идет. В православной церкви принято канонами, что называется симония, вот это серебра, вот когда таинства продаются за деньги. Таинство это благодать Божия, то есть, священнику дана такая власть, он не имеет права никакие деньги за это брать, ни за крещение, ни за другие таинства, за венчание, потому что это все совершает благодать Божия через его, через его руки. Это называется симония, то есть, она запрещена в церкви. Вот так как служители вошли, вот такие, как апостол Павел в 20 главе Деяния пишет, что к вам войдут лютые волки, которые не будут щадить стадо. Вот у нас в православной церкви это вот сейчас творится. Но несмотря на это, я нахожусь в православе, потому что здесь полнота истины, то есть, Господь создал церковь и сказал, врата ада не одолеть ее почему-то, потому что будут те члены церкви, которые будут возвещать истину, нести свет. Вот сейчас вот у нас, вот я в данный момент нахожусь у нас, у меня через стенку находится храм, то есть у нас одноэтажный барак деревянный, старый такой еще, вот в одном половинке, как трапезно, вот сейчас я вот здесь нахожусь трапезно у нас, а через стенку там находится именно храм, там у нас совершается литургия, когда священная приезжает, совершает литургию. Слушай, я забыл, как называется место в храме, куда запрещено заходить девушкам? И мирянина, простым обычным людям, это называется алтарь. Это называется алтарь. Алтарь, да, вот там запрещено туда заходить, да? Да. Я помню, просто когда меня крестили, я вот был в этом алтаре, там батюшка, ну, потом проводил у меня там иконы разные, там красиво очень было, поэтому я помню. Да, это по канону, что женщины нельзя вообще входить в алтарь. А мужчина, именно вот даже вот ребенка, когда крестит, его проносит через алтарь и выносит. А девчонку, когда маленькую девочку крестит, ее только перед алтарем, то есть ее туда не заносит. Как Господь установил законом. У нас есть много ресурсов, но это в интернете, очень полезно, вам советую почитать. Это наш сайт, форум, называется «Во свете Библии». Если заходите, можете записать себе. Там много полезных для себя узнаете. И также есть на YouTube канал, у нас православная деревня строится, в которой на прийти обычно пять принципов. То есть человек должен доказать, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. И тогда с ним идет первая беседа. Вот я сейчас зимой нахожусь в городе Барнаул, а у нас деревня находится 150 километров, называется Потеряевка от Барнаула. Вот туда вот я езжу на лето, там летом живу. То есть у нас там детский православный лагерь, он был, а сейчас просто в другом формате, дома уже занимаемся с детьми. Приезжают родители с детьми, с ним занимаемся, то есть трудимся на душу ребенка. У вас при семье дети есть? У меня нету. Я себя определил на одиночество именно для Бога с ним. Я думаю, что такое одиночество не делает тебя, ну, вас особенным, оно просто мешает жить. Потому что одиночество на самом деле это очень сложно и очень скучно и очень трудно. Так я не одинок. Вы поймите, я не одинок. Когда я уверовал во Христа, у меня братья и сестры по всему миру. Я не говорю про духовных братьев, про духовного отца, мать. Я говорю про то, что тебя окружает, где ты находишься. То есть, понимаешь, ты вот, если живешь в квартире, там, в доме, да, вот, когда ты туда заходишь, нет такого ощущения, что чего-то не хватает. Просто какой-то, не знаю, того момента, к примеру, даже, что тебя там кто-то должен ждать, что тебя кто-то встречает, там, что тебя кто-то любит, что кто-то о тебе заботится. Ну, я считаю, что это тоже должно присутствовать. А обрекать тебя на одиночество, это просто, это показывать всем, что ты, типа, ну, как бы особенный, это тебе делает, но это не делает просто человек особенным, это просто мешает жить. Это вы так думаете? На самом деле? Многие так думают, даже, даже вот сейчас, буквально, там, полгода назад у меня была такая ситуация в жизни, к примеру, да, я был в отношениях с девушкой 5 лет, 5 лет, то есть, да, 5 лет уже много, многое, что успели пройти, там, разные испытания, и вот, не виделись год, потом, после двух месяцев совместной жизни, она говорит, что не любит, там, ну, и вот, уходит от меня. И вот, когда я был с ней в отношениях, да, вот, у меня не было каких-то подруг, она, мне хватало одного человека, вот ее, то есть, к примеру, хватало ее, а не было каких-то подруг, там, ну, друзей, близких, да, мне достаточно было одного человека, он, ну, для меня идеалом был. А она вот просто, говорит, разлюбила, и все, и ушла. И тогда я тоже, вот, тупо не знал, что делать. Вот это больно, конечно, очень, очень больно. И тогда вот я тоже так же думаю, блин, а зачем вот мне кто-то еще нужен, вот, к примеру, будет у меня в будущем там девушка, да, еще. А вот если вот, ты, ну, вновь полюбишь, там, да, тебя полюбят, и через время опять это у кого-то пройдет, и кто-то один будет страдать. А зачем нужно мучить человека, вот, я думал так, то есть, а потом я понял, что, если нужного человека просто встретить в своей жизни, нужного, который, который на самом деле там будет с тобой, не из-за того, что какая у тебя квартира, там, какая у тебя машина, там, сколько у тебя денег, а просто, которая будет тебя любить, там, и иметь какие-то чувства к тебе, да, и вот с ней ты можешь прожить всю жизнь, то есть. А у вас девушка верующая была? У вас девушка верующая была. Ой, сначала, сначала, там, года четыре назад говорила нет, мол, ну, вот такой версии тоже придерживалась, потом я ей объяснил, что, как бы, это неправильно, ну, версия, я имею в виду той, что, типа, если я не видел его, значит, его нет, потом я ей объяснил, что все это глупость, ну, и она начала как-то верить, да, начала носить, крест, крест ей с Иерусалима привезли, там, такой деревянный, она начала его носить, ну, и в итоге, в итоге, получается, как, получается, ну, получилось вот так, что она говорит, у меня пропали те чувства, я тебя разлюбила, и это было честно, то есть, ну, не появился другой человек, который ей нравится, а просто, просто вот так вот ушла, вот, а я вот страдал, просто страдал, не знал, что мне делать, вот. Это значит, что у человека, значит, у вас, у этого девушки, не было вообще веры, даже она пыталась что-то вам, говорится, как бы, ну, как сказать, поддержать вас, что ли, в этом смысле, вообще, ни крест, ни что это не влияет, если ты, написанное в Евангелии, не родишься свыше. не родишься свыше. В каждой ссоре, и в каждом трудном периоде жизни поддерживал всегда ее я, то есть, поругались, иду я мириться. Это было 99% из 5 лет, то есть, она не могла подойти первой, там, и сказать, там, ну, извини, к примеру, да, что-то такое. Я всегда делал на встречу первые шаги, то есть, всегда делал. Так что, у меня-то вера есть, просто у каждого она своя. Вот вы сделали главную ошибку, что вышли за неверующую именно девушку. А согласно Слову Божьей, если ты хочешь жениться, например, выходи только в Господи, то есть, ищи верующую, так, который на самом деле верит и боится Бога. Тогда она будет почитать тебя, как главу семьи, а не то, что там, ты должен прийти, 99% не каяться. Она должна была тоже, это говорится, помогать, раскаяться, если она что-то не так делает. Понимаете, я ждал этого, просто, я на самом деле ждал этого, что когда-то она начнет понимать и осознавать, что прощение и извинение, покаяние, это есть душевные качества, твои настоящие, то есть, там, как бы, но этого не случилось просто, случилось так, что мы вообще разошлись. Так что, как-то вот так. Можно даже и к лучшему, Господь же, сами знаете, у Него все промыслительно. Господь знает и избавляет нас и бывает от ненужного. А может, наоборот, через это Вас Господь к себе хочет приблизить, чтобы Вы к Нему начали более, как говорится, усердно молиться, больше вникать в заповеди Его святые. Я вот, например, тоже, я вам сейчас сказал, я определился на одиночество, на самом деле, Господь меня определил. То есть, у меня были попытки женитьбы, но Господь так все устроил, что все расходилось. То есть, у меня никакие нигде брачные союзы не совершались. Потому, я понял, Господь избрал меня именно для того, чтобы я благовестовал. Потому что, когда ты живешь один, ты для Господа можешь больше сделать, нежели, когда ты женатый. Потому что, ты, когда живешь один, ты где-то угождаешь, для Господа. Если у тебя жена есть, ты угождаешь жене. Также жена угождает мужу. Апостол Павел об этом пишет. Все равно, одна из, одна из, не то, что целей, как-то задач, а одна из, я не знаю, как это назвать, ну, мужчина должен посадить дерево, вырастить, ну, построить свой дом и вырастить ребенка, продолжить свой род. В этом есть тоже замысел Божий, так скажем, да, потому что, если бы все так жили, вот так вот, обрекали себя на одиночество, мне кажется, люди бы уже вымерли. Кому как дано. Например, Господь в Евангелии говорит, скопцы. Кто-то сделал скопцом от человека, кто-то сделал сам себя скопцом. То есть, имеется в виду, в духовном плане, то есть, ты можешь себя определить, ты можешь жениться, а можешь определить себя вот именно на это, чтобы жить для Бога, для Христа. Это уже в твоей свободной воле. А бывает, где-то скопцом сделали от человека, то есть, его убедили жить именно одним, то есть, для Бога, чтобы он не женился, или не замуж, не уходила девушка. Нам не запрещено, это брак, почему так несправедливо? Почему вообще мужчина любит сильнее, чем любая женщина? То есть, к примеру, если я люблю, я люблю ее, я ее не разлюбил, к примеру, даже когда она сейчас ушла, а она разлюбила. Почему всегда страдает мужчина, получается, в основном, во всех отношениях, я не беру кого-то именно в пример, а вообще. То есть, получается так, что боль, вот это все страдание испытывает мужской пол. А женскому полу просто, ну просто, когда у него все заканчивается, он просто говорит, ха, да мне наплевать, и уходит. Вот это тоже, на самом деле, с одной стороны, не понимаем, несправедливо, почему страдает кто-то один. Или все должны, ну не то, что все страдать, а должны оба понимать свою вину, там раскаяться. Или же никто. Ну, ну я не знаю, может быть, как на войне, один побеждает, один проигрывает, я не знаю. У Соломона так сказано, начало мудрости, страх Господень. Если человек страха Божий не имеет, у него и дальше, у него и совесть, считай, его не осуждает. Может, и осуждает, да он этого не показывает. То есть, если ты молишь, а ты не можешь именно считать, что ты во всем, кто-то прав, а кто-то не прав, ты должен в себе это все увидеть. Мы же в течение жизни совершенствуемся, Господь нас к этому призвал. Говорит, если тебя злословили, в ответ не злословили, если у тебя ударили, в ответ не ударяй, то есть, а бывает, человек не сдержится, ударит, то есть, он еще этого не прошел, заповедь Божий. Дальше в течение жизни он это. Как раз семейная жизнь, она, в принципе, помогает людям, через это, как говорится, отшлифовываться. Просто молитесь, Господь вам покажет, какой дальнейший ваш путь. Если уж вы решитесь точно, делайте это именно согласно Слову Божию, то есть, берите именно девушку только в Господе, которая верующая, имеет страх в Божии. А за нее молитесь, за свою. Может, Господь ее коснется, когда-то. Да понимаете, чего я боюсь, чего я боюсь, боюсь того, что, просто а если случится так, что, во-первых, в наше время такую девушку найти очень тяжело, когда ты даже будешь искать, а когда ты вообще ничего не будешь искать, то само это к тебе не придет, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашает. То есть, сам ты должен что-то делать. А вот если вот сейчас, к примеру, у меня там 22, да, пройдет еще 10 лет, мне уже 32, а в наше время, 32 года, как бы, ну кому ты уже по факту нужен. Ты уже не так молод, там, допустим, у тебя все есть, ну, я просто боюсь, что, ну, это не произойдет, скажем, вот так вот. здесь полностью надо доверяться Богу. Если вы верующий, вы знаете, что Бог в чеме управляет, то есть, именно нашей судьбой, нашей жизни, надо полностью довериться Богу. Господи, веди меня, как тебе угодно, и Господь тебя и вас поведет. Вот для этого вы должны читать Слово Божие, вникать в него, и Господь вам укажет путь. Главное, что стоит перед человеком спасение души и его бессмертное. Это первая, наигламейшая задача. А второстепенно, это уже семья, работа и там другие, что мы чем занимаемся, какими делами. Первое, это спасение души своей. Первое, это спасение души своей. Ну, ладно, Бог помощь вам. Вас как звать-то? Что? Вас как звать-то? Меня Владимир зовут, а вас как? Меня Кирилл зовут. А, Кирилл. Ну что, Кирилл, наверное, будем прощаться. Если желание будет, заходите на наши ресурсы. Много полезного для себя найдете. Во Свете Библии Игнатий Латкин 4 слова введите в интернете и все это найдете. Может, что-то... Я записал, да. Все. Ну, все, да, раз Богом. Спасибо, Христос. Хорошо. Удачи вам. Спасибо за вас. Давайте. За вас я буду молиться. Бог помощь вам. Мир вам. Антожа. Мир вам. Здравствуйте. Мир вам. Я православный христианин. Ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Можно со мной. Давайте. Может, у вас какие вопросы есть или размышления на эту тему? Вопрос. Вопрос один. Ну, точнее, не один, их много, конечно. Вот как вы думаете, если Бог существует, то почему почему на земле был Холокост? Почему дети гибнут? Почему невинные страдают? Почему так? Понимаете, для меня смерть это знаете что? Это когда, представьте, мы выключаем телевизор, кинескоп гаснет и все. По мне, так ничего там нет. Ничего абсолютно. Хотя человек такая тварь, когда ему плохо, он всегда будет на что-то надеяться. Мне кажется, что религия вообще в общем и целом это средство управления сознанием. Все, вы задали свой вопрос? Ну, я высказался, да. Господь, во-первых, насчет Холокоста и других войн, то, что люди вытворяют, Господь Бог, творец неба и земли, дал человеку свободную волю. Он нас не отнимает. Мы можем делать добро, а можем делать зло. Мы можем взять нож и этим ножом можем корица масла на хлеб намазать, а можем человека пойти прирезать. Это в нашей свободной воле. Господь ее не отнимает. Но за все придется отвечать. Вот, например, в Библии сказано, я как понял, вы не верующий человек, в Библии так сказано на таких людей. Сказал, безумец в сердце своем, нет Бога. То есть вся природа, все творение говорит о том, что есть Бог-Создатель. Вот как вы здесь сидите сейчас в квартире или в частном доме, это говорит о том, что кто-то его построил. И даже весь мир свидетельствует о Боге-Создателе. Бог все сотворил, начиная с атомов, молекул, и заканчивая таким платьем, платье не прозвольствуется. Извините, пожалуйста, извините, пожалуйста, перебью. Позволите, я отлучусь буквально на секунд 30, кое-что принесу. Ладно? 30 секунд буквально. Давайте, подожду. Давайте тогда вы заканчивайте, а я вам вот я принес кое-что, я прочитаю вам. Ну, можете прочитать. Давайте. В жизни часто бывает так, что я улавливаю знаки. Определенные знаки. То есть, будь то числа, события, неважно все. Неважно, что. Знаки. Ну, то есть, давайте так. Вот. Один человек вот недавно, буквально на днях. У вас что-то камера перевернулась? Не ходи. А? Камера перевернулась у вас что-то. На бок камера встала. Блин, у меня просто телефон немножко, ну, плохой телефон. Вот человек, недавно пришел ко мне домой. Ну, мои знакомые, они употребляют наркотики, в общем. И он принес коноплю, завернутую в один такой, очень интересный, клочок бумаги. Я, естественно, я отругал его. Вы говорите, вот я не верующий. Знаете, я верующий. Но только для меня, понимаете, вот кто-то, кто-то сказал, что его зовут так-то, что выглядит так-то. Я в это не верю. Я знаю, что если делать хорошо, то хорошо тебе и вернется. Я знаю это точно. И вот принес он, значит, вот в наркотиках следующее, ну, то есть вот бумажку. Библия, Псалом 22. Господь, пасторь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитиях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину и смертный тень, не убоюсь я зла, потому что ты со мной. Твой жил, твой посох, ну, вы знаете эту молитву. От Апсалона Давида. у меня в виду. М? Это называется Апсалон Давида. Ну, в общем, знаете, у меня такое чувство, что вот если что-то есть там, если что-то есть там за пределами нашего понимания, то я точно знаю, что человечество к этому не готово, если оно существует. Ну, если это есть. То человек просто не готов к этому. Это точно. Это вы думаете согласно своих размышлениях. Мы-то ориентируемся именно на то, что Господь дал откровение, откровение дано через Святую Библию. То есть, начиная от создания мира и заканчивать, чем закончится этот мир. То есть, как Господь придет вторым пришествием в Господь Иисус Христос, как будет суд, когда все воскреснем в своих нетленных телах на суд Божий. И каждый написан, каждый даст отчет сам за себя в теле именно, который когда-то делал дела свои здесь на земле. Ибо все нам должно явиться перед судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть, за все придется отвечать. За мысли, за слова, за дела свои, все, что ты творил в этой жизни. Вот для этого, Господь, для того, чтобы мы не погибли в вечности, потому что после нашей земной жизни открывается, будет вечность. И там будешь, или ты будешь в аду с дьяволом и ангелами его, которые, падшие с неба, будут мучиться бесконечно, вечно. Или ты будешь в вечности со Христом быть в Царстве Его Небесном, в блаженстве. То есть, здесь нам Господь дает свободу. Вот я 26 лет обратился к Богу. 26 лет я прожил во грехе. Но я 26 лет, когда начал читать Святую Библию, до меня дошло, что я настолько грешен, что у меня, как говорится, по моим грехам я не заслуживаю в дальнейшей жизни. И Господь меня по великой милости вдоровал веру через это слово. И вот сейчас уже вот мне 41 год, 15 лет, как я пропоедую Евангелие. То есть, Господь меня полностью изменил, избавил от пьянства. Я вот, например, сам я не курил и не матерился в жизни. Вот меня как-то Господь сохранил. Хотя у меня друзья все курящие и матерящие. Это, знаете, вот вы курите и материтесь. Знаете, по сравнению с тем, что я, блин, удовлетворяю. Нет, я говорю, я этого даже не пробовал. Будучи человека не верующим, я даже не курил и не матерился. Но другие грехи у меня были. Блуд, пьянство, это у меня все другое было. Вот. Но Господь дает полностью освобождение от греха. Потому что человек находится в рабстве греха и он ничего не сможет с собой сделать, пока Господь Иисус Христос не освободит его. А для этого надо призвать Бога. Я понял, я понял. А почему тогда, почему тогда вот, ну, как говорится, почему вот в этой вере, да, то есть в православной вере, почему все сводится к тому, что нужно вести себя как овечка? Ну, то есть быть мальчиком для битья, может быть. Жизнь тебя пиздит, извиняюсь за выражение, а ты терпишь на всю волю Божию. Потому что... Знаете, я вырос, я вырос на улице. Я сам с детского дома. Моих родных убили. Тогда был популярный обмен квартирами. Я вырос на улице. Я же, я видел, когда дети 14-летние нюхали клей. Это все видел. Сам я этому не поддался. Наверное, не знаю, что-то, может быть, такое случилось. Но я, я встал. Я встал с колен. Я получил образование. Сейчас работаю в школе. И вот, знаете, у меня есть, конечно, Гришов такой. Ну, я алкоголик. Я алкоголик. Молодой алкоголик. Мне 27, и я, я плотно так бухаю. Знаете, я постоянно задаюсь вопросом. Блядь, не знаю, ловлю знаки, но я не вижу определенного чего-то. То есть, я как, как слепец, блин, в темной комнате. я слишком долго смотрел. Я слишком долго смотрел в темноту. Понимаете? Слишком долго. И она настолько начала в ответ в меня глядеть, что мне, ну, в принципе, жить тошно. Я вам сейчас... вы высказались или вам ответят? но я, я к тому, что, вот, я как сказал уже немножко ранее, что, если делаешь хорошо, то хорошо и вернется. Это, это факт. Аминь, так и есть. Вот в это я верю. Вот я отлично, вот я вам сказал, 26 лет я обратился, у меня в душе поиск вообще, как сказать, доброго, хорошего, чистого, ну, то есть, я потом понял, что я Бога ищу. С 17 лет у меня начался поиск смысла человеческой жизни. Мир вам. Здравствуйте. Я православный христианин, зашел в чат рулетку, чтобы поговорить о Боге, о спасении душе, о вечности. Может, какие вопросы есть? Да нет. Вот этих вот, ну, как сказать вам, легче сказать. Вот этих вот, драчу нам, извините, что легче сказать. Вот эти, здравствуйте. Мир вам. Я православный христианин, ищу людей, с кем поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. А, ну да, давайте пообщаемся, я не против. И сам интересуюсь темой веры и религией. Ну давайте, может, какие у вас вопросы есть по этой теме. Вы являетесь прихожаном церкви или непосредственно служителем каким-то? Нет, просто прихожанину. простой. Сколько лет уже? Что вы тоже? Сколько лет уже православие? Я сам в 26 лет обратился, а сейчас мне 41. 15 лет. В 26 лет я осознанно встал на колени перед Богом и показывал в своих грехах, которые до этого я совершал, какие беззакония творил. И Господь меня исправил, очистил, уберил и послал в мир проповедовать Евангелие. Ну для этого, конечно, надо изучать Слово Божие, вот Библия. То есть она должна быть настольной книгой. И за дня в день я должен вникать, читать нее. А как вы понимаете Библию, когда вы ее читаете, вы используете какие-то толкования или дополнительную литературу? Да, я как читаю и толкования у нас же православная церковь, у нас все растолковано, что Ветхий Завет, ну большая часть на Новый Завет, конечно, дано толкование. А Библию в Новом Завете есть такой стих, что, ну, Писание, она Бог пришел и дал свет это разум. То есть непосредственно каждый имеет верующий от Бога откровение. Ну, то есть между Богом и человеком один посредник это Иисус Христос. И откровение человек лично должен получать это правда. Если касается что-то, например, обыденного, если касается разумения Слова Божия в Библии самой, то здесь нужно толкование, именно, которым нужно, дано, именно не всем. Вот, например, 1 Калифиан в 12 главе написано, Господь поставил церкви, во-первых, апостолов, пророков, учителей. Вот слово учителей, это именно те, которые дано разумение толковать Слово Божие. Как у нас был в 4 веке Ян Златоуст, Василий Великий, другие, там, перечисления, Феофилат Болгарский, которым дано это было разумение. Это не каждому дано еще. Ну, просто разумение, прямо, сказано, не убей. Тут и так понятно, что Господь заповедил не убивать. А есть сложный текст, например, Блаженны, нищие духом. Для человека неразумеющего вот этот один стих у него в разум не входит, то есть, который даже понятия духовного ничего не имеет. Как так? Блаженны, то есть, счастливы, нищие духом. А толковать и нам раскрывать, то есть, те, которые, вы только не пейте, пожалуйста, те, которые осознают свою греховность перед Богом Творцом, то есть, каять в своих грехах и молиться за тех людей, которые совершают эти грехи. Вот это блаженство в этом есть. А в чем хорошо? Хорошо. Сейчас продолжим ту же самую тему, вопрос, который я задал по поводу личных отношений с Богом. В чем принципиальная разница между основными религиями, мировыми христианства, ислам и буддизм? В чем принципиальная разница? Большая разница. Мы не религию проповедуем, а проповедуем живого, распятого и воскрешего Христа, в котором живой есть Бог и который отвечает на живую молитву и который придет единственный Спаситель. Ни одна религия в мире не проповедует о прощении грехов, это во-первых, и во-вторых, о спасении человеческой бессмертной души. Только Христос спасает. Ну, я понимаю несколько, о чем вы говорите, но вы все равно ответили обо всем. Живые отношения, вот уже членослужитель, например, буддин, можно сказать, я не люблю что-то обо всем. Что-то интернет зависает. Разбилось. Слава тебе, Господи. Здравствуйте, дедушка. Мир вам, юноша. Дедушка, а как у вас дела? Во славу Божию, с Божьей помощью. Вы верующий, дедушка? Я сам православный христианин. Зашел в чат-рулетку поговорить о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы есть? Прямо дедушка. У вас есть рассуждения о смысле своей человеческой жизни? Ну, я вот сейчас очень сильно, как сказать, очень сильно загоняюсь из-за того, что я попал в аварию и стал инвалидом. Я на коляске. У меня один совет. Вот, например, я сам Богу пришел 26 лет. Я, конечно, не инвалид, но есть люди, многие находят утешение вот в этой книге. Святая Библия называется. Начните с Нового Завета, вам советую приобрести и начать читать. Здесь Господь показывает, как многих Он исцелял, восставлял, во-первых, духовно, во-вторых, телесно. Но это не значит, что если вы помолитесь, у вас Господь исцелит, у вас восстановится после аварии. Нет, конечно, может быть, этого не произойти чудо. Но, однако, вы найдете мир в душе, когда будете с Богом. И вы поймете, что все, что наше происходит, а все происходит по воле Божией. Господь, значит, до вас хочет в этот момент достучаться. Он говорит, придите ко мне все дружащие, обременные. Также в Слове Божье написано, что Господь говорит, я себе стою в двери и стучу. Если кто услышит голос мой, я отвори дверь, войду к нему, буду вечерять с ним, и он со мной. То есть войдет в сердце человеческое. В 26 лет я впустил Христа себе в сердце. Спасибо.